Ребят, всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим о недавней ситуации, которая касается сравнения некоторых игр между Xbox Series и PlayStation 5. Расскажу о ситуации, выскажу свое мнение, да и просто сделаем вывод, поэтому смотрите до конца. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну а также напишите то, что вы думаете на этот счет. Начнем с того, что на днях в сети разлетелось видео Digital, в котором было сравнение консолей PlayStation 5 и Xbox Series в игре Dirt 5. Вызвала она кучу бурных обсуждений из-за того, что, внимание, уберите сейчас очень мнительных билибоев от экранов, потому что сейчас будет полная жесть. Разница в некоторых моментах была довольно-таки большой, и это видно невооруженным глазом. На мой взгляд, эта разница будто между поколениями, и честно, я ожидал увидеть хотя бы плюс-минус одинаково, но это, как по мне, реально жесткая разница. Были еще пару игр, где бокс показывал себя не в лучшем свете, показывая на пару FPS, по-моему, ниже, про это, кстати, вообще отдельный разговор. После всего этого в сети началось реально бурное обсуждение, мол, посмотрите, самая мощная консоль не смогла, у Xbox все так плохо, ггг и тому подобное. Если же по факту, это действительно повод задаться вопросом, какого хрена? До релиза консоли все мы слышали байки про 12-го флос, про ту самую мощь, а в итоге якобы получили такие результаты. То есть по некоторым играм тот самый маркетинг команды Xbox, к сожалению, разносится в пух и прах. А особенно те новости, в которых все были убеждены, что мультиплатформа будет идти лучше. Но это на самом деле было сложно не поверить, поскольку консоль реально получилась мощнее. Сразу скажу, что я не буду это как-то оправдывать, даже не ждите. Мол, да, они посмотрели не под тем углом, да там FPS зато больше, это не подгрузилось и так далее. Я люблю смотреть правде в глаза и скажу прямо. Результат очень хреновый и непонятно, почему игры, которые пиарятся якобы под стартовой линейкой Next Gen'a Xbox'а, выглядят будто для седьмого поколения консолей, в то время как на плойке выглядит все нормально. Да и вообще не понимаю, как в 2020 году можно было сделать такое. Мне кажется, это бездарность какая-то, кривожопость или еще что-нибудь. Вообще на это все ребята, которые занимаются разработкой, уже нашли объяснение, мол, они еще не успели разобраться во всех технических аспектах. И простым языком, на PlayStation 5 в данный момент это сделать просто удобнее и проще, нежели на Xbox Series. И по их словам, как бы в этом вся проблема. И тут я, как говорил ранее, разбивается напрочь вся теория всех этих цифр, террафлопсов, технологий и тому подобных технических элементов. Просто меня до выхода консолей капец как забавляли комменты разговора про техническую часть и по поводу сравнения железа. Мол, да там мощь будет почти как у самой последней видюхи, да там все будет на ультрах, получите, распишитесь. И еще забавляет тот факт, что Майки вместо того, чтобы помочь разрабам освоиться с новой консолью, там предоставить нужные инструменты для упрощения процесса оптимизации. Майки выпускали холодильники, бумажные здания, могли в самоиронию и все этим восхищались. Они такие молодцы, они выпустили такой прекрасный холодильник, хочу, они лучшие. А в итоге самую глобальную проблему, проблему игр они упустили. И на самом деле надеюсь, что вот такая вот фигня не постигнет следующие игры. Знаете и запомните, работа каждой игры будет зависеть не от железа консоли, а от ее оптимизации. То, что мы увидели в Dirt 5, это полная жопа, и это факт. Но это не показатель того, что сама консоль в целом не вытягивает или она просто говно. Это вообще не это означает. Просто прикол в том, что, сори за такое сравнение, но в данном случае огромным хером просто не сумели воспользоваться. Это нам еще раз доказало, что делать игры на Xbox не так просто. И пока Майкрософт не позаботится об инструментах, которые упростят разработку и ту самую оптимизацию, мы будем получать вот такую дичь в сравнениях. Вот, кстати, забавный факт. В восьмом поколении Xbox был слабее, чем Плойка, и игры шли хуже. В девятом поколении Xbox мощнее, чем Плойка, но игры все равно идут хуже. Прикол, короче. А вообще, за такой случай на самом деле можно прям реально дать полбумайкам. Не из-за того, что они выпустили такую игру на своей консоли, нет, ибо не они ее вообще разрабатывали. А за то, что они очень много говорят, и все вот эти вот разговоры про 12 терафлопс, про мощь, про железо, про технологии, про тот же RDNA 2, на деле в говно игре не оправдали себя от слова вообще. И с точки зрения пользователя, который все это читал, внимательно слушал, сравнивал и не понимал суть оптимизации, в данный момент после просмотров этих тестов может получить реально жесткое разочарование. Ладно, оставим пока дёрд пятый и перейдем к новому Ассасину, который, кстати, на Плойке также работает чуть лучше. Но вот именно чуть лучше. Там, по-моему, на пару FPS просто больше идет. С точки зрения тестов и обещаний от майков, это также фигово. Но вот с точки зрения потребителей, как они смотрят непрерывно на этот счетчик, пытаются найти отличие под 200-кратным зумом и еще придают этому мега значение, у меня лично вызывает реально стыд. Ибо без тестов они вряд ли это увидят и вряд ли как-то ощутят глобальную разницу. Ребят, вдумайтесь. Плюс-минус 5-7 кадров в некоторых моментах. Вам реально эти дропы значимы, что у вас там текут глаза? Да чё вы брешете? Вообще все эти тесты я воспринимаю как, наверное, лишний повод позабавить себя, что ты купил что-то лучше, чем кто-то. Я, как человек, которому нравится Xbox, который купил Xbox Series X, смотря на все это, понимаю, что это фигово. Но вы можете удивиться, но мне по большему счету на это пофигу. Да, мне реально пофигу на эти плюс-минус 10 FPS в Ассасине. Да и признаться в том же Dirt 5, я не заметил такого стыда, пока играл. По секрету вам скажу, эта игра выглядит фигово в любых режимах и до графики той же Форзы ей очень далеко. Игра, кстати, по визуалу, наверное, года 2013. Я вам серьезно говорю, и те, кто в нее играл, а не смотрел на ютубе ролики, полностью со мной согласятся. И даже глядя на вот эту вот разницу, у меня не появилась ни единой мысли как-то там продать Xbox или в нем усомниться. Просто лично я понимаю, что такая дичь будет везде и в дальнейшем будут хреновые показатели и у Sony, и у Xbox, ибо в наше время на консоли мощнее в 10 раз, чем там шестое или седьмое поколение, разрабы не могут выдать нормальную картинку. О чем это говорит? О том, что мощи дофига, разрабы сделать толком ничего не могут. Мне, кстати, на ютубе вчера оставили вот такой вот коммент. Вышли тесты вальгала и нового дёрта на Digital Foundry, и бокс сливает просто в сухую плойке. Это пипец фиаско, на какой черт я взял это говно вообще? Капец, майки всех наипали своими цифрами в 12 флопс, а по факту и графон, и фпс выше на плойке. Короче, майкам капут. И честно, я людей не понимаю, если вам вдруг не нравится эта консоль, и вы разочаровались в ней после вот такой вот разницы, просто продайте её, соберитесь и БПК, или купите плойку. Кто вас держит или заставляет? То, что вы повелись на рекламу в 12 флопс и наслушались псевдоспециалистов по железу, и их байки о том, что Xbox это всегда максимальные показатели, это по сути ваши проблемы. Я прекрасно понимаю разочарование многих, но опять же, вас никто не держит. И вы вправе делать то, как считаете нужным. Хотите продать консоль? Продавайте. Хотите купить то? Покупайте то. Самое главное, чтобы ваш продукт просто удовлетворял ваши потребности. Лично я покупаю консоль не для того, чтобы мериться пикселями, считать кадры, делать вывод по тестам или как-то ныть из-за того, что я, мол, взял дерьмо консоль, а ужас. Лично я буду продолжать играть на боксе, поскольку мне на нём играть удобнее и, наверное, выгоднее. Ибо тот же говно дёрд я взял со своего магаза, закасаясь с лишним. Вообще, если делать с этого какой-то вывод, то советую вам больше играть и делать вывод по производительности именно со своих ощущений. До этого момента, пока нам не показали разницы, никто про неё особо-то и не говорил. И если и дальше уделять этому большое внимание, то дальше мы будем плеваться от того, насколько убого сейчас делают игры. Если же в дальнейшем такая разница будет частым явлением, то это будет реально печально. Ибо разница в Dirt 5 мне показалась реально большой. Но очень надеюсь, что этого не произойдёт и майки смогут помочь разрабам в оптимизации своих проектов под новую консоль. Если же смотреть опять же по фактам, у Xbox технически, в плане производительности, есть возможность показать результат лучше. Но вот почему это не происходит, нужно задать вопрос тем, кто эти игры делает. Короче, надеемся, что ситуация станет лучше. На этом всё. Такой вот видос. Если понравился мой ход мыслей, ставь лайк, подписывайся на канал. Всем здоровья, не болейте, а то я что-то захворал. Обязательно пишите своё мнение. Большое спасибо за просмотр и до новых встреч.